всем большой привет приветствую вас на нашем канале я уже собралась и сейчас буду выходить из дома мне нужно зайти в несколько учреждений еще нужно зайти в дм потому что много что по заканчивалась целый список написала и посмотрю как раз что там есть новенького интересного беру вас конечно же с собой у нас по-прежнему холодно ночью было минус 2 даже немножко непривычно я вчера уже обрадовалась что пришла весна нет весна еще к нам не пришла и пока еще не собирается так по-быстренькому оделась краситься сегодня особо чуть не хочется так что мне такой просто кремушком обычным намазала лицо немножко масла на губы и все и выхожу не тушь вообще ничего не накладывала сегодня так что такая вот я сегодня естественная все выхожу беру вас с собой посмотрим что там где есть интересного вышла уже из дома смотрю что до сих пор у соседей вот эти стулья которые они вынесли до сих пор никто не забрал тему никому не надо такие знаете как пляжно террасные что-то в таком стиле да на улице конечно похолодало знатно вчера тоже было на самом деле холодно несмотря на то что солнышко светило оно вообще не грело я вчера немножко посушила белье на улице совсем чуть-чуть наверное часик-два оно хотя бы там проветрилось конечно но не высохло пришлось опять затаскивать обратно в квартиру прям уже чувствую как нам необходимо сушилка машинка я имею ввиду но скорее всего ее будем покупать уже когда переедем на другую квартиру думаю что выбор уже не будет нужно будет ее брать даже если переезжать на другую квартиру да вот сколько мы смотрели вариантов практически негде там сушить белье или на улице если это нулевой этаж да или там на балконе если это повыше этажей особо общем выбора нет другого в общем легче всего купить уже эту машинку и забыть потом мы все собираемся уже второй год никак не купим да очень так холодно утром был сильнейший туман я проснулась где-то восьми утра еще не было дима как раз уехал на работу и был такой прям сильный туман не знаю как он ехал по автобану вот вроде нормально доехал сейчас туман рассеялся но ледяной ветер и мороз там чувствуется на улице я уже хочу весну а тут-то весны еще долго оттуда слышно как звонят колокола это или церковь которая в центре или там другая еще одна у нас есть или две даже не помню да это другая потому что вот она получается которая в центре на центральной площади колокола оттуда слышны с другой стороны немножко все бегу в центр и уже увидимся с вами попозже вспомнила что сегодня же среда у нас по средам и субботам ярмарка в центре сейчас как раз оттуда пройду посмотрю что что там еще осталось потому что уже 12 часов как-то немножко поздно ластенько для ярмарки вот посмотрю боковым боковым зрением вижу как орган замт выписывает штрафы покажу вам чуть-чуть выписывают штрафы за неправданную парковку кому-то там что-то там уже выписывают а вот все будет а можно парковаться несколько сил не там где он стал так сейчас посмотрю что-то в центре думаю что в особо уже ничего не осталось на немногие уже эти фермеры уезжают до 12 все обычно до часа ярмарка идет но пораньше все собирается уже не остаются надо прошить если хочет хочется что-то купить я не могу сказать что мне что-то там надо у нас вроде все есть вчера кстати вспомнила про ярмарку вспомнила что мы вчера обсуждали город эншеде энсхеде как-то его называют в нидерландах у нас есть видео на канале пару лет назад мы были там на рыбном фишмаркт называется вот покупали тоже рыбу там не уже не помню что вы покупали но вижу что до сих пор люди смотрят и спрашивают где это что это мы хотим поехать туда и мы тоже планируем в прошлом году планировали на прошлом году как-то не случилось это и в этом году планируем поехать не знаю может быть в ближайшие несколько недель получится поехать очень хотим купить креветок свежих рыбки всякой в общем там не только фиш кстати там не овощи фрукты то есть обычная ярмарка работают они в повторниками суббота во вторник с 6 утра по моему до пяти вечера насколько помню и в субботу с 4 30 утра до 6 вечера так что может быть получится нам поехать очень надеюсь что получится вот ехать нам туда полтора часа всего лишь самом деле по факту недалеко от нас потому что мы прямо близко с нидерландами живем посмотрим в эту субботу мы можем встретить только в субботу вторник дима работает субботу выходной в эту субботу вряд ли уже успеем а вот в следующую субботу возможно ты вот уже 9 март хочется верить что получится я пока с вами болтал уже дошла до центра вот уже поворачиваем конечно недалеко живом от центра буквально на 10 минут даже меньше если быстрым шагом пешком можно дать спокойно вроде бы живет тихом районе от центра недалеко ну и город небольшой на самом деле спрашивали сколько населения у нас в городе 37000 по моему что-то около того такой обычный городок немецкий да вижу отсюда что что-то там еще есть и от ярмарки остались какие-то где-то открыты где-то закрыты контейнеры здесь сыры продают мясо рыбу овощи и фрукты яйца можно купить мед очень вкусный раньше как-то почаще ходила сюда что перестала сейчас посмотрю что там есть интересного почти все открыты еще они где-то вот то пол первого до часа мне кажется будут уже потом собираться но обычно если хотите что-то купить такое прям выбрать и так далее это нужно приходить утром конечно не помощь 8 утра работают вот здесь всякие овощи фрукты всегда очередь потому что хорошая я тут всегда кстати покупал грибы на вареновку те мелкие шампиньоны яблочки по 290 за килограмм в основном видите абсолютно разные сорта по 290 груши тоже 290 все по 290 вот это рыбный контейнер такой огромный и ничего не хочется как будто не копченую эту скумбрию ничего здесь тоже овощи фрукты зелень по одному евро и да по одному евро за пучок здесь сыр и и дальше вот там еще есть один рыбный контейнер и что здесь вот готовят можно купить эти сосиски печеные так далее там вот яйца продают всегда там раньше покупала яйца очень кстати хорошие домашние здесь что-то с ножами связано что они там делают точат ножи интересно и не только ножи видим масса 6 написано garden в общем какие-то еще приборы эти колюще режущие садовая да вот он там их это обтачивает вроде бы вот они приходят с разными как-то так там уже вульвард я иду наверх потому что мне нужно в райхаус он повыше находится там уже зайду в дм на обратном пути здесь еще вот за углом всегда эти контейнер с цветами 100 продать цветовики разные живые в вазу и высаживать на улицу вот эти все нарциссовики сколько разных с луковицами бальчики продается тоже красивая не знаю когда в свой горшках буду высаживать у нас пока все таки мне кажется холодновато для высадки цветов в горшках вот это уже продают на пасху здесь по моему на пасху эти вишневые или параншку это праздник уже не помню но помните вишневые по моему эти веточки пасха кстати здесь германии католическая будет 31 марта в этом году православное 5 мая сегодня только читала об этом сколько тут цветочков так вульвард мне не нужно поэтому я поднимаюсь наверх в сторону родхаус так я уже все дела сделала уже зашла в дм посмотрите у меня аж два пакета но они не полных конечно но все равно 100 евро потратила еще хочу все таки в вульвард зайти потому что хочу набрать футболок каких-то дешевеньких мне нужно в общем какие-то футболки ходить по дому вот те которые у меня уже были уже вообще в упадническом состоянии вот сейчас посмотрю есть там что-то какой-то выбор хотя бы в эркстингс или как он называется эркстингс фэмили заходила ничего там не нашла сейчас зайду еще туда больше у нас к сожалению здесь особо магазинов нет где бы можно по футболке купить такие домашние с вульвард зайду и уже буду идти в сторону дома вышло солнышко такая замечательная погода стало хоть чуть-чуть теплее от я уже дома на улице солнышко что странно но круто сейчас быстренько показываю свою распаковочку зашла в терра-марк и купила себе вот такие вот бублики ванильные баблини как-то так называются очень не понравились в один раз покупала и но не дешевая 389 стоит очень вкусно и там же взяла вот такой вот польский по моему кубики бульона купить бульон очень классно так больше там ничего не брала показываю что взяла в вульвард заходила за такими футболочками базовыми в которых можно ходить по дому и сейчас удивитесь смотрите сколько они стоят 2 евро на скидке они сейчас я взяла 4 штуки за 2 евро что это вообще бесплатно они по материалу 50 процентов хлопок 50 процентов полиэстер были у меня как когда-то такие белые по моему мне понравились по дому самое то взяла одну белую я взяла excel хотя у меня размер m но взяла более свободное чтобы были люблю чтобы не обтягивали то что дома носишь особо не хочется сильно обтягиваешь взяла белую вот такие две одинаковые такой пыльные розы цвет там были еще яркие ярко-розовая оранжевым что не хотелось еще одно такое они все идут размер excel или это элька а excel да все excel и белые эти и еще одну черную взяла тоже дома ходить вот такие вот четыре футболочки всего лишь за 8 евро получились так что классные сейчас как раз не будет сейчас пару стирок я их перестираю и можно будет носить с удовольствием здесь у меня покупочки из дм сегодня в дм потратила ну как бы немало это вольвертовский чек а в дм я потратила сто тринадцать евро шестьдесят пять центов сейчас покажу почему и что такого я купила значит взяла свои как всегда любимые салфеточки для лица только ими вытираю лицо после умывания полотенцами не пользуюсь мне не очень нравится мягенькие 50 штук их хватает как бы надолго почти на месяц это так следующее это вот такие вафельки увидела чуть не понравились так по виду по составу с йогуртом малиной и шоколадом белым видимо попробую попробую потом скажу свое мнение дальше из вкусняшек таких полезных еще взяла вот этим с манго батончики дима тоже их очень любит я тоже ем и еще вот эти взяла орехи это орехи с ягодами по моему и орехи с и шоколад с морской солью соленый такой соленая карамель там видно не знаю дальше взяла себе новую ой улетела моя новая пилочка взяла себе новую пилочку вот такую моя уже совсем никакая так что пора было сменить салфетки наши то без которых мы никуда дезинфекционные с в общем спиртовые такие следующие у нас салфетки за которыми я в принципе и ходила самое главное взяла две упаковки чтобы если закончились чтобы не бежать сразу чтобы была запасная это для пыли очень им не нравится прям как магнит всю пыль собирают вот так они называются штаб туха сколько они стоят сейчас скажу так 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 4.50 стоят две упаковки то есть 2.25 одна упаковочка 48 штук следующее вот это самое наверное дорогое что я купила это лезвие диме джилет фьюжн 12 лезвий здесь идет за 37.95 вот это самое дорогое из моей моей закупки демовской дальше взяла такой освежитель для ванной комнаты для туалета написано вроде сто процентов натуральный будем надеяться следующее что взяла от улей никогда такого не пробовала кто пробовал расскажите можно в принципе уже рвать одной рукой не удобно открыть вот такая штучка для лица это такой мусс это же не мусса как эмульсия такая наверное хочу попробовать в общем использовать его и посмотреть под макияж spf 15 идет еще попробовать под макияж крем для лица я из оттуда до из этой фирмы или из дома точно покупать не буду себе закажу корейский а вот под макияж хочу попробовать эту легкую основу посмотрим тоже поделюсь впечатлениями на стоит около 10 евро вот так вот выглядит у меня тут еще есть покупочек тоже списке у меня были эти салфетки 50 штук стоит 245 это салфетки которые выбирают цвет очень они мне прям необходимы я то ими постоянно пользуюсь если цветные вещи вместе стираю все очень спасают от того чтобы не окрашивались вещи друг от друга как раз сейчас буду спускаться стирку очередную закладывать и возьму их с собой не у меня закончились там внизу в прачечной следующее это кисточки взяла такие две кисточки мои тоже уже устарели никакие взяла вот такой вот для пудры и вот такую для нанесения скорее всего тона она такая жестковатая мне нравится и наносить тон больше чем этим спонжиком посмотрим они по 3 евро где-то следующее это вот к масочка для ног очень мне нравится она идет с мятным маслом и с зеленым чаем с экстрактом зеленого чая очень понравилось в прошлый раз очень классно ножки после нее очищаются смягчается кожа можно легко очистить здесь вот one size 3 чем-то она стоит но я ее покупала буквально раз там в два-три месяца и очень классно для ног прям советую еще взяла от болея вот такую маску активный уголь для нормальной смешанной кожи надеюсь что мне понравится хотелось какую-то такую масочку взять для очищения лица посмотрим написано что тут есть витамин е алоэ вера пантанол в общем посмотрим как она будет в использовании что еще взяла из косметики взяла себе вот такой лак для ногтей фирму давно уже беру maybelline super stay seven days есть красный лак от нее еще какой-то вот взяла такого цвета немножко нейтрально коричневого еще взяла от maybelline попробовать вот этот консиллер не пробовала еще такой это новинка мне кажется крайней мере его не видела я от лореаль пользуюсь но вот взяла этот попробовать посмотрим стоит 10 евро по моему что-то в этом в этом в этой области еще взяла слушайте вот такую свечку хотя свечки мы прям не особо любим но мне очень понравился запах прям такой весенне-летний очень понравился ну сколько она там стоит 340 думаю возьму пусть будет иногда можно и зажечь помехать приятно пахнет дальше взяла от ebeline еще вот такую штучку для чистки кисточек я всегда как-то на нее смотрела не решалась брать но сейчас буду пробовать посмотрим очищает она как очищает и так далее и последнее это вот такие тряпочки такие полотенечки от микрофа не от микрофайзера из такой вот ткани здесь идет две штучки в наборе они стоят около двух евро по моему взяла мне нравится ими тоже пыль вытирать но я их смачиваю воде то есть вот этими салфеточками сначала сухими вытираю пыль а потом вот этими мокрыми протираю еще раз чтобы была такая влажная уборочка надеюсь что мне понравится я похожие брала такие нет еще все это все покупочки на сегодня сейчас все буду быстренько раскладывать иду себе закладывать следующую стирку может быть час солнышко еще на улице будет немножко и получится на улице посушить вещи ну с вами увидимся уже попозже друзья я уже закончила приготовление обеда-ужина здесь у меня гречка с морковочкой лучком зеленью очень вкусная и добавляющие немножко томатов томатов пассерованных получается все вкусно и вот уже нажарила оладушек посмотрите тоже какая красота пахнут на всю квартиру такие пышненькие сейчас будем лакомиться дима уже приехал с работы сейчас буду делать чайчик с со сметанкой с вареницем будем пробовать всем приятного аппетита кто есть вместе с нами ну и уже прощаюсь до следующего влога спасибо что провели со мной этот день увидимся в следующем влоге до новых встреч пока пока